Один игроман 6 лет не покидал интернет-кафе, другой продавал собственные органы, задолжав крупную сумму денег за онлайн-игры, третий расстался с почкой, чтобы купить новый iPad. Все китайцы и все теперь сидят в специальных лагерях. Власти Поднебесной не просто открыли реабилитационные центры для таких, как все вышеперечисленные, но в профилактических целях сняли фильм про новую жизнь игроманов. В этой жизни нет электроники, но есть жесткая дисциплина. Репортаж Дмитрий Особьев. Военные муштра и колючая проволока. Внешне напоминающие тюрьму для несовершеннолетних, этот лагерь – последняя надежда для страдающих игроманией. Никто из пациентов лечебного центра не приехал сюда добровольно. Упирающихся подростков привозят силком, иногда обманом, иногда воздействием транквилизаторов. Мама сказала, что мы едем в Пекин. Я подумал, она хочет найти психиатра. Когда мы приехали в этот лагерь, я испугался и попытался убежать, но инструктор по строевой подготовке поймал меня. Здесь, за костиной, они надежно защищены от соблазнов большого города, в том числе от его главного соблазна. Официально психическим расстройством игроманию в Китае признали в 2008 году. С тех пор по всей стране открылось около 400 подобных центров. Кроме упражнений на плацу, подростки учатся по обычной школьной программе. В борьбе с интернет-зависимостью помогают, например, уроки изобразительного искусства. Существует три верных признака игромании. Во-первых, неконделируемое желание всё время играть. Во-вторых, синдром отнятия, как у наркоманов. В-третьих, нарушение социальной функции, повышенная конфликтность. По мнению китайских психологов, механизмы компьютерной зависимости напоминают наркоманию. Чрезмерное увлечение играми чревато нервным и физическим истощением, расстройством сна, депрессией. Как правило, родители замечают проблему, когда ребёнку уже трудно помочь. Ссоры и взаимные упрёки переходят в острые конфликты. Несмотря на то, что реабилитационные центры для игроманов работают на законных основаниях, вопросов к ним остаётся немало. В подобных заведениях нередки побеги или попытки суицида. Частные учреждения закрытого типа крайне неохотно допускают к себе журналистов. Что происходит за стенами таких лагерей, до конца не знает никто. Хотя стоимость такого курса лечения для семьи со средним достатком вполне ощутима. Как и компьютерные игры, и убавление от интернет-зависимости – это тоже своего рода бизнес. Как ни печально это звучит, с точки зрения статистики, и то и другое – показатели экономического роста. Социологи считают, что одна из причин склонности китайских подростков к игромании – это политика «одна семья, один ребёнок». Ситуацию мог бы изменить новый демографический курс, но на это, скорее всего, потребуются годы. Дмитрий Собьев, Павел Костриков, Пекинское бюро вестей.